Привет, ребята! Новый день, новый влог, это у нас уже 20-й, что ли? Так, сейчас я вам расскажу что-то. Я попробовал один, если бы не попробовал другой, в общем, сегодня попробовал еще один другой, 769, и оказался офигенный цвет. То есть он, наверное, потемнее будет, чем 780, 780 более такой пепельно-розовый, а этот более, ну, тоже как будто пепельный, но более насыщенный какой-то цвет, именно в розовинку он дает, но не яркий, вообще офигенно. Все верно говорит. Слышали? Вот этот карандаш я сегодня намазала на губы. Ну да, понасыщеннее, чем 780 оттенок, который мой любимый всегда, и на фотосессии, и на мероприятия, и на свадьбу, ну, типа, любимый оттенок. Но, кстати говоря, на свадьбе у меня тоже был оттенок на губах 780, но под карандашом было немножко тоналки, и из-за этого губы казались темнее, вот. Но зато держалась очень хорошо. Есть вот такой лайфхак. Если намазать тоналку на губы, и потом сверху карандаш, то будет держаться дольше, но оттенок будет становиться более темный. Зай, ну что, кушать будем? А что есть? Так. Яйца. С ними можно сделать омлет, глазунья. Ну, можно сварить, но... Можно и сварить, но это долго. Не хочу произносить слух, но... Сырники. Да! Слушай, ты хочешь сырники? Ладно, что еще есть? Колбаски, сосиски. Те оттыхают. Ну, это из завтраков. Хлопья есть. Мы — это ресторан. Что вы хотите на завтрак? Блин, я бы, знаешь, не отказалась? А ты что хочешь? Глазунью. Я всегда хочу. Теперь. Ну, давай, глазунью. Ну, ты не хочешь. Да, давай. Расскажи, что хочешь. Да, нормально. Да, говори, что хочешь. Да, могу. Да я могу тебе омлет сделать отдельно. Да, нет, давай. Да? Да. Короче, ты согласен на глазунью? Давай уж. Ну, скажи. Глазунья так глазунья. Ура! Don't you worry. I'm gonna be alright. Все, ребята. Открываем свою группу. Я буду Шакирей, а Слава Блейкайпис. Прикиньте, вот эта песня, которая сейчас везде по радио играет, этот Don't you worry, которая Блейкайпис и Шакира. Мы со Славой ее когда услышали по радио, мы подумали, наверное, вот они решили просто архивы раскрыть, ну, типа, из 2010-го какого-то года достать песню. Ну, я Славе говорю, типа, стопудово она новая, но не могут они крутить по радио настолько вот старую песню, которую мы раньше не слышали. Мы бы ее слышали. Ну, типа, ну, короче говоря, просто в чем прикол? Этой песни нет ни в Apple Music, ни на YouTube. Ну, на YouTube есть, но такая, типа. И я включила VPN. Кстати, что и вас прошу сделать. Перед просмотром этого видео вы уже смотрите, ну, по-братски. Оно только началось. Включите VPN, чтобы я хоть денежку заработала. Потому что я не зарабатываю с монетизацией на YouTube практически вообще. Ну, это если сравнивать с тем, как было раньше, конечно. Так вот, и я включила VPN, зашла на YouTube, и что я нашла? Клип. Клип! Вот эту песню. Мы посмотрели клип. И, конечно же, выяснилось, что эта песня-то вообще вышла что-то там в июне, а не в 2010-м. Ну, короче, да, мне так нравится эта песня. Сначала мы над ней угорали. Типа, блин. Но я и в детстве любила Black Eyed Peas. И вот эти вот всякие штучки, их с автотюнчиком, такие приколюшечки. И сейчас-то тоже вышло, и нравится. Я прям готова и слушать на репите. Теперь это моя новая любимая песня. Как же здорово кушать яйца. Это реально вкусно. Включаем плиту. Берем масло. Я увидела, как моя мама, знаете, что делает? Вот такой штукой размазывает масло по сковородке, чтобы сделать глазунью. И я это увидела. Я хотела такую штуку. Но я знаю, что эти штуки, они для разного. Там кто-то пироги всякие делают, смазывать их, еще что-то. Но на самом деле очень удобно. Всегда на них смотрела, думала... Не за что думала, для чего. Но мне всегда казалось, что это для каких-то кондитерских изделий используют. Вот. Но оказалось реально офигенно. И когда я блинчики буду делать, это же тоже будет офигенно. Кстати, мы еще не разобрали с вами пакет. С прошлого влога не разобрали вот этот пакет. Глазунью делать так быстро и так вкусно. Еще у Славы, ну, у его бабушки, дедушки, хозяйство есть. Курочки, козочки. Вот. И нам постоянно они передают яички. Натуральный. Натуральный продукт. Слава очень любит молоко козье. Вот. Но оно, конечно, долго не хранится. Его надо чуть ли не сразу пить, поэтому... Поэтому, да. Вот так вот размазаним все. Хорошенько еще погреется. Вчера поздно легли, сегодня очень поздно встали. Ну, типа... Сколько сейчас время? 15.46, а мы только завтракать будем. Норм, да? Вот блин, со шкарлопкой. Что-то они у меня плохо разбились, и в итоге плохо все стало. Ой! Еще я переперчела. Господи, это что же они такие крепкие-то? Какая-то дичь. Зато у меня губ красивые. Ну, что ж, возьму себе первый наш неудачный эксперимент. У Славы там, получается, две глазуньи получилось, а одно растеклось. А у меня две растеклось и одна глазунья. Ну, попробуем. Нам сегодня надо цветочки поставить красиво, если вы понимаете, о чем я. Вкусно. Вообще, я больше белок люблю. А ведь еще делают так, что в тарелку сразу разбивают яйца и потом выливают. То есть не взбалтывают их, а выливают. Может, так тоже попробовать? Ну, вот почему-то в этот раз они все разломались, практически все. Не знаю, яйца такие крепкие, крем сломаешь их. Может, нож дурацкий взяла? Да я вчера им делала, но все было хорошо. Так, покушали мы глазунью. Вкусно, нормально. Доелись. Сейчас пойдем гулять. Сюда приехали наши друзья. Ну, наши соседки и друзья. Друзья детства. Вот. И мы сейчас пойдем гулять. Сегодня, короче, был субботник на даче. И у нас там есть пруд такой, типа, пожарный. И он, короче, был весь заросший, деревья вообще. Ну, то есть, если вдруг, не дай бог, что, туда даже вот оттуда водички не возьмешь, чтобы что-то потушить. Короче, сегодня был субботник, и там наводили красоту. Я слежу в чате просто о нашем. Если на то, что такая жизнь вообще, блин, даже не верится, дожила. И, короче говоря, председатель написала, что вот, типа, фирма объявила, сумму 150 тысяч за то, чтобы вот это все почистить, убрать. Но наши садоводы, наши соседи пошли. Все это сделали своими руками и потратили всего на это дело 8 тысяч, что ли. Ну, короче, мы не ходили на этот субботник, но я предложила, как бы, денежку сдать все-таки. Ну, все-таки мы не ходили. Но это было в 10 утра, извините, мы с вами стали в час дня. Вот мы пришли к этому озеру, или что, это пруд? Пруд. Видите? Вот тут, короче, все было заросшее, такое вообще жесть. И вот это все убирали сегодня, видите? Ну, мы спали в это время, конечно. Фу, конечно, жесть. Но убрали здесь, тут работа проделана просто нереальная. Я думаю, это было очень весело. Потому что тут была вообще жесть. В общем, мы прогулялись, сейчас пришли домой. Я завернула себе пучочек, потому что сейчас мы займемся, наконец-то, этим цветочком. Так, вот мы и леопардовые, надеюсь. Ну, как леопардовые, жирафовые мне написали. Это жираф. Чего ты улыбаешься, мистер улыбашка? Там, кстати, есть с одной стороны одна. Ну, для ближе просто дальше. Ну, давай поднимай. Так, все, что смогли с этим цветком, все сделали. Кстати, вот так вот мы накрываем обычно на вечер, на ночь, потому что ложится пушок. И он очень сильно линяет. И вот эту штуку потом снять и отряхнуть намного проще, чем вот эту хреновину все чистить. И такой парадокс. Типа, хотела, чтобы красивые подушки стояли, а в итоге приходится накрывать. Все-таки хорошо так сидеть на качалке. И Вивочка со мной сидит. Да, Вивочка моя? Чего? Чего ты мнотиком бороться? В общем, я переоделась. Потому что мы сейчас ездим в город для кое-каким делом. Нет, ну куда ты пошла? Вива, иди домой. Вива. Но она просто не может сидеть дома. А ты что, куда идешь-то? Песика надо запустить. Зай, кто выпустил, тот и запускает. Иди с папой. Иди. Куда папа идет, иди. Вива. Вива, пойдем домой. Вива. Давай, иди сюда. Ну вот, вечно все интересное без меня. В общем, я делась потеплее, потому что что-то не так уж и жарко. Хотя погода, видите, какая чудная солнышко светит. Сейчас где-то почти 7 часов вечера. Так что съедем сейчас по делу. Посидела, помонтировала влог. Предыдущий. Он у меня такой длинный получился. Час, ну я еще не закончила, но час двадцать где-то будет, наверное, час двадцать пять даже. Не знаю, вот так вот. Так вот круто. Ну я на самом деле люблю длинные влоги. Чем длиннее, тем круче. Мне даже кажется, что чем длиннее влог, тем больше на нем просмотров, тем больше он интересен людям. Такая вот херня. Хотя рекламодатели почему-то считают иначе. Я помню, у меня как-то было длинное видео, я туда сняла рекламу, и клиент через менеджера написал, что очень длинное видео получилось, и мы переживаем, что будет мало просмотров, и никто не будет смотреть такое длинное видео. В итоге на этом видео было достаточно мало просмотров. А потом я выпустила какой-то следующий видос, он был очень длинный, и там было очень много просмотров. Так что рекламодатели... Вообще иногда не понимаю рекламодателей, в том плане, что когда вы приходите к блогеру и хотите взять у него рекламу, наверное, блогер лучше знает, как у него что заходит, что у него набирает больше просмотров. Не думайте? Я считаю, что блогер лучше знает свою аудиторию, свой стиль ведения. Вот сейчас, кстати, редко так, мне кажется, сейчас бренды уже как-то более такие, типа, сделайте в своем стиле, так как у вас должно зайти. Очень много и таких, но есть разные, есть такие, которые говорят, нет, сделайте так, как надо, только нам. А потом говорят, а почему так мало просмотров? Не знаю. Классный, конечно, карандаш. Видите, он стерся немножко и стал такой вот прям как будто бы 780, а тебе прям съелся немножко, насыщенность ушла и просто остались такие губки. Мне написали, что там какой-то грибок, плесень, ля-ля-ля, и надо сначала ее вывести, чтобы потом опять такого не было. Ну да, тут, конечно, дел предстоит. Москва, что ж, не сразу строилась. Да, зай? Какой же кайф, то, что теперь у нас машина стоит в гараже, она теперь у нас, ну она все равно, конечно, какашки какой-то, но это уже просто из-за того, что мы поездили какое-то время после мойки. Короче, под предыдущим влогом, по-моему, кто-то мне написал, что я эту тему уже обсудила в запрещенке нашей, ну вы поняли, и а-а-а, фук. Кто-то мне написал, типа, Юль, у тебя ОКР. Я такая, чё? Я-то знаю, что это такое, потому что когда-то я смотрела помешанное на чистоте, и поэтому я знаю, что это такое. Это обсессивно-компульсивное расстройство. У меня такого нет, и вообще такие диагнозы ставят, ну, врачи. Сам себе-то такой диагноз поставить не можешь, я думаю. Да и зачем? Лучше жить без диагнозов. Ну, короче, я к чему? И одна девочка предположила, что у меня ОКР, потому что я, типа, часто убираюсь, дома люблю, чтобы было чисто и так далее. Но на самом деле никакого ОКР, конечно же, у меня нет. И я обсуждала это как раз-таки вот в сторис, то, что я скорее ближе к какому-то перфекционисту. И то, это тоже не то, что я на 100% перфекционист, нет. Потому что люди с обсессивно-компульсивным расстройством, это, ну, я понимаю, думаю, что там, наверное, есть какие-то разные там стадии, да. Но вот у меня одна подписчица, например, написала, что у нее ОКР, и она не может выйти из дома, пока она не потрогает несколько раз там какую-то, не знаю, статую в доме или фигурку. Там ей надо три раза ее погладить, там, несколько раз закрыть там дверь, не знаю, проверить пять раз, не знаю. Ну, какие-то вот ритуалы такие, знаете, без которых она не может выйти из дома. То есть вот это может тоже относиться к ОКР. Потом вот эти вот навязчивые какие-то штуки, которые вот у тебя в голове сидят, и ты думаешь, что если ты это не сделаешь, то произойдет что-то ужасное, например. Или просто, я не знаю, день пойдет как-то не так. То есть какие-то вот такие вот навязчивые странные мысли, которые могут мешать очень сильной жизни. У меня, конечно, такого нет. Вот, потому что у меня бывает такое, что резко что-то в голове как щелкнет, и такая, срочно, надо вот это, или надо туда, или нужно сделать это. Но у меня есть какие-то там тормоза, и я понимаю, что так, ну, сейчас это, ну, не надо делать, и так далее. Иногда у меня бывает такое, что пока я не сделаю вот это, я не лягу спать, или пока я не сделаю вот это, я не могу там выйти. А? И так далее? Так далее. Но это не ОКР, конечно, это просто желание закончить какое-то дело и уже лечь. Вот эти вот помешанные на чистоте, у которых ОКР, это так же относится к боязни вот этих всех микробов и так далее. Я рассказывала в сторис тоже, что я смотрела, когда помешанные на чистоте, там была одна девушка, которая не ходила в туалет у себя в доме, потому что она хотела, чтобы он всегда оставался чистым, и она ходила в баночки всякие в туалет. Ну, это реально жесть. Так что, если вдруг у кого-то из моих подписчиков такое есть, напишите в комментариях свою какую-то историю. Мне было бы интересно узнать, насколько тяжело вообще жить с таким, потому что я знаю, что есть люди, у которых тоже есть какие-то такие ритуалы, без которых они не могут что-то сделать, но это, например, не сильно им мешает жить. Ну, грубо говоря, выйти из дома, погладить там какую-то фигурку, не знаю, пять раз там посмотреть через плечо, ну, грубо говоря, я не знаю. Ну, мне кажется, это, конечно, тоже не круто, но, наверное, не так жестко, как вот даже история про туалет, то, что я вам рассказала. Это я все из программы посмотрела, потому что я давно смотрела, конечно, и да, там много всяких таких моментов, и я думаю, блин, ну, это, наверное, жесть. Я когда смотрела помешанное на чистоте, меня всегда это как-то мотивировало еще больше дома убираться, потому что, когда я видела, насколько у них дома чисто, у этих людей, то есть там, грубо говоря, с туалета берут пробу специальной палочкой и показывают, сколько там микробов, и поверхность туалета настолько чистая, что из нее можно есть. И туалет должен быть чистым, да? Ну, наверное, это вообще уже шок. Получается, из этой передачи приходили в дом к людям с ОКР, у которых чистота идеальная, брали всякие пробы, и вот эти вот люди с ОКР, которые убирались, да, снимались в программе, они очень сильно переживали то, что вдруг у них там в туалете там больше, не знаю, какого-то определенного количества допустимой, там, нормы микробов, да, грубо говоря, нормы какой-то, чтобы есть оттуда. Ну, то есть вообще, ну, меня это всегда мотивировало, типа, думаю, ну, сколько же у них чисто, как же чисто, у меня такого нет, то есть там люди тратят, не знаю, по 5 часов в день на уборку, тратят огромные бешеные деньги на всякие моющие средства. Я думаю, не, ну, это жесть. Поэтому это точно не про меня, я могу спокойно лечь спать с грязной посудой в раковине, могу спокойно, там, не помыть полы, еще что-то, но я просто люблю, чтобы было чисто. Ну, это интересно. Ну, мне кажется, не, это кто-то мне написал, типа, да не ОКР у тебя, это просто козерог, ну, типа, такое. Кстати говоря, я же написала письмо в этот Россети, который должны нам акт, вот, и они сказали, что все, приняли в обработку, клянутся, говорят, дам тебе акт, не знаю, посмотрим. В общем, подождем, пока ничего не ответили, ну, сейчас выходные в любом случае, ну, в общем, ждем, посмотрим. Но ответ дали, что все, мы, как бы, приняли ваш запрос. Ну, приняли и реально что-то сделать, это же тоже, да, как обещать не значит жениться. А мы сейчас едем. Угадайте, зачем? Слава нашел в интернете стол из Икеи, между прочим. А это у нас, извините, санкционочка. Такую вещицу только дурак пропустит, поэтому мы едем сломя голову забирать этот стол из Икеи, потому что тот оказался очень высокий, но в любом случае, ну, как бы, стол, это хорошо. Еще и по выгодным ценам. Так что сейчас заберем стол, он точно такого же, кстати, цвета, просто так даже интересно посмотреть, как тут люди живут. Ну, прикольно, кстати, тут такой поселочек. Вообще классно. Такой прям, ну, типа, знаешь, не высокие всякие дома, а такие прям, как будто частные таунхаусы. Это частный сектор. Не, прикольно, среди детская площадка тут, все. Спасибо. Там. Первый подъезд, скорее всего, тут. Очень любопытно. Стол обычный, просто стол и с полочками всякими. Так что сейчас посмотрим, что-то как. Всего пять тысяч рублей. Вот так. Вигодно. Зато будет классный стол, для которого не нужно искать пятиметровый стол. Но стол все равно нужен. Все, вот он стол. В багажнике огромная штучка под названием ящик. Вот, все детали забрали. Клево. Ну, его тоже надо будет собрать. Смотрите, какая мордочка на меня. Стой, стой, стой там. Посмотри на маму, Вива. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Язычок моим покажи. Привет, сладкая. Привет. Кто тут? А ты чего там? Мы больше наверх не пойдем. Кто там? Вив, иди сюда. Кто там? Кто это? Вива. Тебя папа зовет, иди. Давай, давай. О, ты моя, зааккуратней, не торопись. Не торопись, пищка моя. Ой, ребята. Ладно, я все-таки поднимусь, покажу стол. Ну-ка, гляньте, какой тут теперь лаунж. Вот этот стол. Но этот стол оказался немножко низкий. Ну, нет, он не низкий. Если облокотиться, то нормально. Но тут явно нужен другой стул, понятное дело. Но у нас просто пока здесь нет никаких компьютерных стульев. Но, блин, классный стол. Конечно, улет. Так что Слава будет здесь работать, я буду внизу работать. Он предлагал мне, говорит, давай, типа, ты хочешь сиди за этим столом. Я говорю, да не, мне внизу по кайфу. Подниматься сюда. И тут душнила такая, пусть он тут сидит. Хотя тут есть кондиционер, и окно открывается. Ну, короче, вот так вот получилось. Не, прикольно. Теперь тут есть рабочее место. Привет, ребята, новый день. Вчера день закончился на том, что мы пошли к нашим друзьям. У них сидели, кушали, пили. Я помыла голову. Сегодня 31-е. Завтра 1 августа. Это значит наша годовщина. Таким образом я сушу голову на даче летом. Очень удобно. Не затрачиваешь время на фен. Ну, и естественная сушка. Намного полезнее. Не сжигает волосы. Все-таки не хватает здесь на травке чего-нибудь. Не знаю, может, гамак какой-нибудь. Чего-нибудь такое хочется прям сесть или лечь. Именно не качалка, потому что качалка, конечно, супер. Но она стоит в теньке, и в этом тоже очень большой плюс. Потому что на солнце бывает очень жарко. Но вот иногда только хочется выйти на солнышко и зарядиться витамином D. Кстати, я его пью сейчас, витамин D. Сдавала недавно, и у меня было 13. Это считается недостаточно. Но на самом деле я думаю, что у большинства людей недостаток витамина D. Все-таки мы живем не в какой-нибудь Испании. Вот, и понятное дело, что солнышка нам не хватает. Так что я сейчас пью витамин D. Вот, и посмотрим, может быть, даже кожа станет лучше. Ну, сейчас, кстати, неплохая у меня кожа. Ну, типа реально, вот я просыпаюсь и думаю, ну ничего. Реально ничего. Жестких воспалений никаких нет. Я каждый день еще сыворотками всякими пользуюсь. Ну, как бы ухаживаю за кожей. Все такое. Блин, сыворотки, это реально топчик. Вот у меня сыворотки две от Виши. Одна такая прям для проблемной кожи от прыщей, а другая такая более просто питательная, увлажняющая. И вот я, бывает, чередую. Не люблю я сыворотки, полюбила. Надо всегда ими пользоваться, потому что реально вот я замечаю, что когда я делаю перерыв и не пользуюсь какое-то время сывороткой, у меня кожа не такая классная, что ли. Потому что сейчас, когда я просыпаюсь, утром стою, смотрю в зеркало и думаю, блин, прикольная, хорошая кожа, прям реально. Сейчас Слава спустится, он там работает теперь в своем кабинете. И мы поедем в город, потому что нам надо закупиться и кучей всего. Мясом, курицей, огурцами, помидорами, зеленью, всякими вкусняшками, сырочками, колбасками, не знаю. Ну, короче, огурчиками. Че еще? Буду делать салат-мимозу на завтра. Также завтра, получается, сделаю салат капустный и салат овощной. Капустный будет с майонезом, овощной будет с маслом. Ну и мимоза тоже получается с майонезом, но это как рыбный салат. Вот. Родители и дедушка, бабушка Славы любят этот салат, который я делаю. Он им нравится. Я очень рада, поэтому я должна его тоже сделать. Так как фирменное блюдо от невестки. Хотя я уже не невестка, а кто я? Кто я? Сноха. Не знаю, как это называется. Хочется прям здесь что-то поставить, знаете, какой-нибудь гамак, вот так вот сидеть и болтать. Классно же? Мне кажется, классно. И солнце как раз всегда там и не будет бить в глаза. Очень хочу здесь снять какое-нибудь видео на большую камеру, которая вот у меня для фоток. Кстати, надо зарядить, чтобы завтра мы тоже пофоткались. Я планирую завтра быть в платьишке. Не знаю, что буду делать с волосами. Ну, не знаю, может быть, я сделаю какие-нибудь кудряшки и заколю как-то волосы, чтобы они как бы все назад шли как будто. Но кудрявые. Не знаю, в общем, хочется нарядиться. Хочется быть такой мимимишный, несмотря на то, что на даче. Это что? А, фух, колтун. Это просто маленький колтун. А я уж подумала, там муха какая-то. Сегодня я губы накрасила помадой. Ну, точнее, карандашом оттенок 780, который уже мой любимый. Вот. Так что смотрю на себя и очень привычно все. Да, Вилечка? А еще, не помню, показывала я вам или нет, мы купили цепь и замок и на ту калитку, которую у нас к соседям. В общем, все это дело повесили. Вот. На всякий случай. Хотя, не знаю, конечно, приезжает вообще туда кто-то, нет. Но надо, конечно. Вот, видите, повесили. Так что никак теперь не открыть. Да, Вилечка? Ай, беседочка моя. Ах, жалко, что к завтрашнему дню я не успею прополоть все грядки. Потому что я просто закачаюсь. Что завтра приедет бабушка, дедушка Славы тоже. И наверняка будут ходить и смотреть, какие тут у нас грядки. Девать, что у нас тут растет и так далее. Скажу, времени не было. В любом случае, в доме надо прибраться. Ну, там, в принципе, что убирать, там все чисто. Всегда можно сделать лучше, чище. Но в целом чисто. Я не думаю, что кто-то будет прям ходить вот так вот пыль собирать пальцем. Вообще, очень здесь классно, конечно. Здесь даже никакого ветерка нет. Сегодня такой хороший день. Такая хорошая погода. Нет жары. Видите, я аж в кофте вот такой. Нет жары. При этом не холодно. Но ветра нет. Вот что хорошо. Потому что из-за того, что нет ветра, но при том, что не сильно высокая температура, нет ощущения, что холодно. В общем, надо не забыть все закупить. А, еще я сделаю бутерброды со шпротами. Не знаю, будем, наверное, пить завтра, гулять. Какого-то алкоголя надо купить. Короче, такой план. Надо будет сегодня все замариновать, шашлык, курочку. Буду вам показывать сегодня, что я использую для маринада. Ну, у всех свои, ну, всякие стили маринования. Моя мама по-другому вообще маринует. Вот, но можно и так, и так пробовать. Самый простой способ замариновать мясо свинины, например. Мы всегда берем шейку свинины. Это соль, перец и лук порезать просто. Все отлично. Я не люблю всякие, знаете, вот кучу всяких приправ и так далее. То есть я люблю вот, ну, такой, ну, короче, не знаю, вот ненавижу покупной маринованный шашлык. Для меня это просто отрава. Ну, хотя, опять же-таки, на вкус и цвет, как говорится, но я вот прям не переношу вообще уже замаринованный готовый шашлык в магазинах. Мы его никогда не берем такой. Мы всегда берем просто мясо, которое сами маринуем, потому что мне это прям очень вкусно. Так что это самый простой способ, как по мне. Еще можно там кто-то уксус, по-моему, что-то добавляет. И дедушка мой тоже так мариновал, по-моему, с уксусом. Здрасте, дядя Коль! Привет, Юль! Ау! На огурочку возьми. Ой, спасибо! Вы не выходите, не выходите. А я тоже... А че? Вот это все прям? Да, да, да. Ну, может и малосольненькие сделать, но он же сделает. Да я не умею пока такое. Что, не умеешь? Так же соль кладешь, кипятком заливаешь на следующий день. Да, и в банку надо что-то как-то закатать. Ну да, надо будет не учиться. Спасибо большое. Я тогда вам потом корзиночку отдам. Ну ладно. Огурцы уже покупать не надо. Класс. Мне хорошо, конечно, когда свое хозяйство. Вот так вот что-то закончилось, на салат не хватает, вышел в грядку, сорвал. А корочку, как я мариную, раньше, кстати, я по-другому мариновала. Тоже, по сути, я делала обычно типа соль, перец. А сейчас я люблю добавлять специю такую, типа для курочки чесночную. Я вам ее покажу. Но на самом деле просто можно разные попробовать. Это как специя такая, как и в духовке тоже будет вкусно курочку сделать. Но самое главное, ингредиент, который, кстати, я подсмотрела у мамы Славы, как она делает. Она майонез еще добавляет. Если честно, я не помню, как было без майонеза, когда не добавляешь майонез. Короче, как, вот, например, ножки, да, мы любим. Но надо и ножки, и крылышки, наверное, сделать завтра. Потому что не все, может, любят ножки. Хотя крылышки, если честно, вот раньше крылышки реально обожали, всегда крылышки брали. А потом что-то как-то ножки начали кушать. Типа, что эти крылышки есть? Да, может, понятно, это другая часть курочки. Но не знаю. Короче, сейчас я курицу как делаю? Вот ножки помыла, закинула в тарелочку, ну, глубокую, да. Туда насыпала соль, перец немножко и специю какую-нибудь чесночную, например, что-нибудь такое. Есть со всякими типа травами. Ну, вот мне чесночная как-то нравится, прикольно получается. Ну, не сильно много, но так, чтобы пропиталось. И потом просто мазик сверху. Ну, не очень много, так просто, чтобы майонез как бы их обволакивал. И размешиваешь все это, размешиваешь, и получается такое, знаете, как будто курочка в каком-то соусе. Потому что вот эта чесночная приправа, она такая желтенькая, и майонез, и получается прям такое все, как в соусе каком-то. Ну, и все. Ну, и в идеале, на самом деле, мы, конечно, периодически, бывает, здесь маринуем за пару часов до того, как пожарить. Но я такое не люблю. Я люблю с вечера, с ночи замариновать, чтобы наверняка прям вкусно было, чтобы точно прям все замариновалось. И еще вот сейчас шашлык, свинину я начала мариновать с французскими травами. Я вам покажу специю, ее тоже добавляю, и получается немножко так, знаете, как будто как в ресторане. Ну, вкусно. Славе, например, очень нравится. Он прям, вот к нам даже в гости, ну, друзья приходили, он прям вообще, ой, вы попробуйте там с французскими травами. Юля делает так вкусно. Французские травы называются. Молодец. Да, слава всем об этом рассказывать. Вот, ну, не знаю, ну вот в прошлый раз я что-то их много навалила, этих французских трав. И позавчера мы вот когда жарили шашлык, было прям слишком по-французски, слишком даже немножко остринкой как будто бы. Ну, короче, да, главное тоже не переборщить. Вот. Поэтому, по сути, что я использую в шашлык, кусочками нарезала, закинула тоже в глубокую миску, соль, перец, французские травы, ну, тоже как приправа, просто как там соль, перец добавляете, немножко вот этой приправы сделать. И лук, обычный лук. Нарезаем и все это крутим, вертим, мешаем. Можно немножко поприжимать, чтобы лук дал тоже сок какой-то. Но все равно пока будет лежать мариноваться, будет потом отлично, пальчики оближешь, потому что лук тоже даст свой сок такой. Будет классно. Но не все так делают, не все. У всех свои, конечно, рецепты, но вот я так вот делаю. Мы так любим, не знаю. Моя мама, бывает, еще помидор добавляет в шашлык, по-моему, да. И что-то еще. Ну, короче, все по-разному делают. Вот. Но единственное, что вот мне нравится прям так делать, хотя моя мама, наверное, тоже что-то добавляет. Когда курицу маринует. Хотя, может, и нет. Не помню, добавляет она майонез или нет. Но вот это точно я прям подсмотрела у мамы Славы. И делаю теперь, как они делают тоже курочку. Но они, по-моему, туда тоже лук добавляют. Я не добавляю. В общем, я люблю. Я вот люблю приехать к кому-то из наших родных. Особенно если какой-то праздник. Посмотреть, кто что как делает. Такая так, прикольно. Надо тоже так сделать. Так что я хочу завтра сделать хлебушек черный. Надо купить побольше. Один я пущу на бутерброд с шишпротами. Надо огурец туда, майонез, чеснок. Да. Ну и шпроты. Вот. Так что сделаю такой вот хлебушек, как закуска такая. Сейчас посмотрим, может, купим икры красной. Тоже бутербродики можно сделать с маслом. Багет я хочу купить. Надо все это записать. Не знаю, ну, хочется вкусняшки какие-то сделать, чтобы родные наши приехали. Такие, Юля, какая ты хозяйственная. Как ты все это сделала? Сама? Так, капуста, морковка, майонез. Пусть будет, а то вдруг потратим. Кетчуп, черный хлеб, две штуки, белый хлеб, багет. Не знаю, найдем мы где-то, багет нет, но надо посмотреть. Сулугуни кусочек, кусочек. Сыр обычный, российский можно взять. Это у нас для салата мимозы. Что еще? Лук. Так, огурцы у нас уже есть. Помидоры. Что я еще говорила, что надо? Красная икра. Я не знаю, правда, найдем ли мы тут вкусно. Мы любим вот икронерки. Она, наверное, может быть даже самая дорогая из возможных красных икр. Хотя, может быть, и не самая дорогая. Ну вот, я, кстати, другие даже не пробовала. Ну вот, икронерки прикольно. Ну вот, кстати, раньше я не особо вообще любила икру. Вот мама любила всегда, Гоша, брат мой, прям вообще обожали икру. А я как-то к ней очень равнодушна была. А сейчас прикольно иногда бутербродик съесть. Черную икру, я прям к ней прониклась. Она, конечно, дорогая, просто закачаешься. Вот я на эко-маркете, кстати, заказываю обычно. У них там вкусная черная икра. Но еще вкуснее на каком-нибудь классном рынке, например, Дорогомиловском, около Европейского. Там тоже цены закачаешься. Ну вот, помню, и с дедушкой тоже туда ездили, закупали. И мама тоже как-то ездила перед Новым годом. Мы любим на Новый год тоже бутербродики черной икры сделать. Конечно, каждый день черную икру кушать не будешь. Что-то все-таки деликатес считается, и денег немало стоит. Но вот на какие-то праздники прикольно тоже. Хотя я тут одно время с эко-маркета прям каждый раз заказывала небольшую баночку. Но все равно думаю, знаете, считается же, что она очень полезная. Но помимо этого она еще и вкусная. Вот я пробовала как-то тоже деликатес типа фуа-гра. Тоже считается очень полезно. Вкусно? Нет. Ужас, мне не понравилось. Ну, кому-то нравится. Так, Слава уже, наверное, сейчас выходит. А что это ты закрываешь? Ты дверь закрываешь? А собачка в доме? Гуляет. А сумочку мне взять? Так что все, сейчас поедем в магазин. Так, ребят, мы уже приехали домой. Сейчас я вам покажу, как я мариную ножки. Я все помыла. Тут их, получается, 16 штук. Так, вообще, я купила еще вот такую специю для курицы с паприкой. Но обычно я использую вот такую. Для сочной курицы с чесноком. Вот я не знаю. Я думала, разделить можно сделать и такие, и такие. Но паприку мы еще ни разу не пробовали. Наверное, она будет поострее просто. Ну, я не знаю, вот разделить, не разделить. Чтобы точно быть уверенным в том, что это будет вкусно. В общем, тут у нас много этих ножек. Поэтому нам побольше понадобится. Сейчас я еще одну курицу. Кажется, что много. Но на самом деле у нас там очень много курочки внизу. Так, сейчас пока больше сыпать не буду. Наверное, сюда соль, перец даже и не надо добавлять. Наверное, в этой специи все есть. Но я все равно добавляю хотя бы сколько-то. Сейчас мы добавим майонез. Все это перемешается и будет супер. Колячки я свои в такой момент снимаю. Ну, типа я просто сейчас столько добавляю. Потому что там много курицы. Я знаю, что надо, чтобы хорошенько было. А так обычно поменьше добавляем. Ну, все. И теперь нам надо все это вот так вот размазывать. Переворачивать. Всем нам пачкаться во всем этом. Но зато потом будет очень вкусно. Руки у меня, конечно же, чистее. Потому что я только что все это мыла. И как приехали, тоже помыла. Вот видите, он превращается в такой, как будто бы у нас прям соус такой получается. За ночь у нас все хорошенько помаринуется. Так вот оставляем. Моем руки. Берем. Ой, она у меня уже заканчивается. Наверное, не хватит. Должна пищевая. Ну, я беру пищевую пленку, закрываю. Ну, можно и чем-то другим, наверное. Мне просто так нравится. Все, наша курочка готова. Отправляется в холодильник. Вот так быстро замариновали. Так, ребят, я уже порезала мясо, порезала лук. Вот так вот у нас столько получилось. Это немало. Это прям много. Ну что, что, в каждую я положила по одной луковице. Много не надо, этого хватит, в принципе. Можно даже вот так. Сейчас посолим. Потом, если что, еще досолим. Когда перевернем. Чтоб хорошенько припиталось. В этот раз сильно много трав добавлять тоже не хочу, чтобы не было так остро. Потому что было прям в прошлый раз немножко островато, как я и сказала. Так, вот такую штучку я использую. Вот, видите, уже сколько частенько пользуемся. Ну, прикольный такой аромат. Я не знаю, что там за всякие травки. Что за травки тут. Ну, можно почитать. Ну, прикольно. Они вкусные. Так, вот прям такой аромат. Прям, знаете, как будто вот это прям для шашлыка идеальная штука. Ну, и все. Теперь нам надо это все размешать хорошенько. Луковички вот так вот мы. Ну, они сейчас сами тоже развалятся, пока мы будем мешать. Вот, лук тоже отлично. Сок выделяет такой тоже, дает такой сочности. Я прям вот, знаете, вот прям нажимаю. Даже если у меня потом под ногтями будут кусочки мяса. Или лука. Я все равно прям нажимаю, чтобы сразу же лук тоже немножко это... Так вот кручу, верчу. Чтобы все хорошенько промазалось. Можно, конечно, просто вот так вот как-то переворачивать. Но вот мне нравится покрутить его, повертеть. Чтобы наверняка... Сейчас мы туда еще всякого намажем. Как будто бы мы с вами фарш какой-то мнем. Так, сейчас по моей руке еще добавлю специи. Там у меня яйца варятся. Надо, кстати, поставить им будильник. Сейчас засечем время. И травок. Все, и на этом мы закончим. Только еще помешаем. И потом также закроем чем-нибудь. Ну, наверное, я пакетиками закрою, потому что у меня мало осталось пленки пищевой. Но есть, наверное, закрытая. Вот так вот прям прижимаем, чтобы лучок тоже сразу из него соки выдавливались какие-то. У меня потом обычно под ногтями французские травы. Пакетик сейчас я на них накину. Я еще сегодня картошку помою заранее, чтобы завтра осталось все только разрезать, посолить и в фольгу завернуть. Вот такая кошечка у нас получилась. Видите, с ушками. Так, ребят, я вам не вещала. Я не знаю, сколько часов. Сейчас, через пару минут, будет 1 августа. Наша годовщина. Короче, я после того, как замариновала мясо, начала делать салат мимозу. Сделала две тарелки. Вот. Если одну съедят, в чем я сомневаюсь, не то, что невкусно, но просто у нас будет столько всякой еды, я поставлю вторую. Но если даже и не съедят, то мы сами на следующий день отлично поедим этот салатик. Мы разложили стол, постелили скатерть. Ее погладили, чтобы было красиво. Все расставили. Я все достала, все помыла. То, что стояло в серванте, то, что может пригодиться для красоты. Сейчас вам покажу. Сделала заготовочки. Помыла овощи. Почистила морковку. Попки отрезала. То, что завтра я буду шинковать. Капусту тоже подготовила. И морковку для капустного салата. Отмыла туалет. Ну, целую комнату, ванную, скажем так. Все там отмыла, все протерла. Вообще прям, мне кажется, я так еще не убиралась там. Да, конечно, родители Славы приедут. Они вряд ли будут смотреть, разглядывать какие-то там закоулочки в туалете, в ванной комнате, еще что-то. Но я это делала и для нас тоже, потому что мы здесь живем. И в любом случае, ну вот, было у меня такое вот настроение. Я там все отмыла. Потом здесь все пропылесосила. На кухне тоже все убрала, помыла, разложила. Покушали пельмешки. Разложила вещи. Сделали три стирки. Все повесили. Пыль везде протерла. Ну, короче, красоту навели, чтобы быть готовыми. В общем, я максимально все подготовила так, чтобы завтра я максимально быстро могла накрыть на стол. Потому что уже все практически накрыто. Осталось только заполнить эти миски чем-то съедобным. Вот как выглядит стол сейчас. Он, конечно, пустоват. Тут у нас выдвигаются вот эти лавочки. Ну, понятно, что тут еще не все стоит, потому что я что-то уже отнесла на кухню. Там, где я завтра буду все уже накладывать, готовить. Короче, здесь будет один салат. Либо овощной, где огурцы, помидоры, лук с маслом сделаем. Может, туда еще зеленюшки накидаю? Не знаю. Салфетки потом расставим с двух краев, пока так постояла. Тут будут бутерброды со шпротами. Вот так вот их как-то положу. И вот здесь бутерброды с икрой на багете. Таком миленькие бутербродики сделаем. Здесь будет лежать картошка, которую я очищу от фольги. И здесь тоже с двух краев поставим. А здесь будет уже стоять, например, капустный салат. Но капустный салат я не буду здесь делать. Я сразу же буду его делать в огромной кастрюле, потому что его тяжело перемешивать. А сюда уже закину, когда там все сделаю. Сюда я сразу начну резать другой салат, который овощной. В общем, все запланировано. Здесь будет шашлык. Тоже все помыла. Это я подготовила, когда буду завтра насаживать мясо. Ну и что, что? Показываю дальше. Я уже помыла картошку на завтра. Ее останется только разрезать. С двух сторон посолить. Ну, с одной стороны посолить, потереть друг об друга. Закатать фольгу. Это тоже пойдет у нас на мангал. Сюда мы положим хлебушек. Здесь я буду завтра жарить хлеб черный, на который у нас будет этот бусерброд с шпротом. Здесь в двух тарелочках вот таких будут соленья. Мы купили сегодня огурчики, капусту. Вот. И на одном я разложу сыр. Вот. Что еще? Тут тоже все помыла. То, что пригодится, скорее всего. В итоге где-то три бокала поставлю. Вот столько рюмок. Не знаю, кто будет. Но приедет папа Славы и мама, они приедут на машине, а дедушка, бабушка и Ярик смогут пить. Так же, как и мы со Славой сможем пить. Поэтому завтра уже как карта ляжет, так и будем пить. Приготовила свою терочку любимую. Ей, собственно говоря, я завтра воспользуюсь. Доску здесь тоже оставила, которой воспользуюсь. Ну, в принципе, просто как-то подготовилась. Здесь у нас куча разного хлеба. Багет, черный хлеб. В общем, все это съестся. Вот ванная. Здесь я тоже все помыла, оттерла, полы помыла. Вот эту штуку Слава пришел, закрутила. Она постоянно отпадала. Теперь она крепко стоит. Блин, класс. Почему раньше так не сделали? Вот. Тут тоже все. Стекло помыло. Вот эту лампу помыло. Она в каких-то царапинах каких-то грязных была, не знаю. И... Ну, короче, видимо, пыль. Ну, понятно. Тут, типа, сыры же, да, все намокает. Влажность. Потом пыль какая-нибудь оседает. Поэтому, короче, темное было. Я ни разу его не мыла, этот фонарь. Его тоже помыла. Видите, он светит. Ну, он такой, он, конечно, светит. Он, конечно, светит. И тут что-то можно сделать. Ну, я здесь обычно ничего такого не делаю. Но, может, завтра буду здесь волосы накручивать. Не знаю. Вот это стекло тоже помыло. Зеркало со всех сторон. Стены помыло. Здесь все протерло. Помыло. Здесь тоже все помыло. Видите, как красивенько. Вот так вот красивенько. Тут тоже все помыло. Раковину помыло. Вот от этого мы пока еще не избавились. Еще руки не дошли. Ну, ничего. Как-то жили же. Тут тоже все помыло. Вот. Вот сюда залезала. Ванну там все мыло, 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 мыло. Вот здесь все мыло, мыло, мыло. Короче, все помыло. Насколько вот могла. Помыло батарею. За батареей. Помыло вот эти штучки. Их протирала. Они были ужасно грязные. Ну, видите, есть немножко развода, но они были в каких-то тоже пятнах, точках каких-то таких. В общем, помыло. Насколько вот могла, настолько помыло. Вот. Стирки провели. Я, конечно, когда некоторые моменты мыла, типа, за батареей, думаю, так. Ну, бабушка с дедушкой Славой вряд ли туда заглядывать, конечно, будут. Но в любом случае. Вот здесь тоже помыло. Вот это не ошкребается. Может, тоже какая-то, не знаю, гадость вонючая. Надо будет тоже до нее как-нибудь дойти. Ну, вот насколько могла. Вот все, что могла, все помыла. Полки я уже мыла, их мыть не надо. Вот тут пролезала рукой мыло вот тут. Ну, короче. Ну, время у меня это, конечно, заняло немало. Понятное дело, тут пропылесосила на максимальном режиме. Туалет мыла, залезала туда рукой вот этой с перчаткой. В общем, что смогла, то сделала. Вот как в спальне сейчас. Сюда принесли комп, чтобы он не занимал там место, понятное дело. Ну, как бы у нас будет куча гостей. Какие компы за столом. Вот, зарядки всякие, что тут лежит. Ну, так красивенько, что сказать. Все уютненько. Вот сюда отодвинула вот этот столик, чтобы он здесь не мешал. Потому что, ну, я сюда ходила к тому же сервант. Вот это все брала. Отсюда всякие штучки, дрючки классные. Вот. Поэтому отодвинул. Да и просто пусть тут стоит. Он тут как-то вообще прям не мешает. Вот. Когда-нибудь мы избавимся от вот этой штучки. И будет класс. Вот. 0, 0, 0, 0. Представляете, как? Вот так вот. У нас сегодня годовщина. Год со свадьбы. Вот здесь стоит моя косметика. Зеркало. Это мне завтра все понадобится. Буду краситься. Можно даже сюда поставить, чтобы далеко не тянуться. Вот. Видите, как я в контейнер все разложила. Ну, все равно удобнее, чем постоянно из-за этого сумки доставать. Вот. Сейчас стул отнесем отсюда. Ну, короче, прикольно. Ну, тут, конечно, никто тусоваться прям не будет. Но бабушка с дедушкой наверняка тоже зайдут посмотреть, как мы живем в любом случае. Ну, здесь ничего такого интересного. Тут я тоже вот раковину помыла. Хотя я ее завтра испачкаю, пока буду готовить. Забрызгаю здесь все каплями, но быстро протру хотя бы. Вот. В любом случае, я тоже здесь все помыла. Тут тоже ковер пропылесосило, как следует. Дорожки вот эти, ступеньки пропылесосило. Там мусор стоит. А, мы сюда и идем, кстати. Так что вот такая вот красота у нас будет. Запомните, как это выглядит сейчас. Завтра я подсниму с гостями. Наверное, поставлю фотик. Вот как-то так можно будет установить. Не знаю, чтобы было всех видно. Пусть сидеть, кушать, болтать. Даже не знаю, что. Мне осталось на сегодня сделать свой макияж. И счастливый. Уже год как замужний. Лечь спать. Вот если бы я могла сейчас все приготовить и завтра ничего не делать, я бы сделала. Но я не могу сейчас салат порежу. Это будет просто кошмар. К четырем часам, когда приеду в гости. Поэтому, к сожалению, так я сделать не могу. Хотя хотела бы. Поэтому придется встать пораньше, чтобы все подготовить. Такие дела. Жалко, конечно, что я не успела прополоть все грядки. Но я бы и не успела, конечно, это вообще. Но ничего, когда-нибудь в другой раз. В общем, я на сегодня ужасно устала. Даже не могу посмотреть, что я наснимала. Потому что у меня комп там стоит. Хотя я могу его, конечно, включить. Я бы хотела его включить, помонтировать. Там это будет жутко неудобно. Вообще здесь пустое место. Можно его принести обратно. Вот там моя мышка любимая лежит. А вот это такие прикольные штучки. Их можно поставить. Вот так можно поставить. И закрыть блюдо от каких-либо мух. Вот захотим и закрыть салатик. Вот так хоп мы поставим и закроем салатик от мух. И никакой муха не сядет на него. Вот. Ну, я не знаю, пригодится нам это завтра или нет. Но учитывая, что я сделаю все до приезда гостей, в идеале. Но как обычно бывает, ты все вроде делаешь заранее. Но хоп, и гости приезжают на час раньше. Ну, в общем, всякое бывает. Поэтому вообще гостей мы ждем к четырем. Но папа Славы поедет из Москвы. Поэтому он приедет пораньше. К трём, к трём тридцати. А мама, бабушка, дедушка Ярик с дачи, которые поедут, они приедут где-то к четырем. Как сказали. Но я планирую все приготовить тут к трём. Не знаю, хорошая это идея или нет. Но с салатами, например, ничего не случится за это время. Зато все будет готово. Я уже буду красивая, наряженная, счастливая. И просто ходить, крутиться вокруг Славы, который жарит шашлык. А я не бегаю, как угорелая. То, что обычно происходит. Поэтому мне хочется. Мне хочется самой тоже насладиться этим днём. Поэтому я хочу постараться максимально заранее всё делать. Может быть, что-то просто я уберу в холодильник на какое-то время, например. Не знаю. Ну, короче, не знаю. В общем, посмотрим. Что думать? Если завтра всё будет так, как будет в любом случае. Может быть, я и не захочу делать так всё заранее. Потому что буду думать, что вдруг будет стоять долго. Невкусно потом будет. Хотя, конечно, это не так. Всё будет вкусно. Ну, например, может, салаты заправлять не буду. Вот. Но нарежу всё. И ничего с ним не случится. В общем, я на сегодня с вами прощаюсь. Пойдём мы отдыхать. Кайфовать. Смывать макияж. Так что на этом наш сегодняшний день заканчивается. Но вы смотрите следующий. Посмотрим, как в итоге всё сложилось. Чё было, чё будет. Не знаю, много ли я сниму. Но хочу постараться поснимать побольше всё-таки. Ну, почему нет? Классная память. Самой захочется пересматривать. Так что смотрите продолжение. Ребята, всем привет. Новый день. Я уже бегаю, ношусь, как пчёлка. Закрою, пожалуй, окно, чтобы нам не заблокировали видео. Это всё равно слышно музыку. В общем, к нам уже приехал папа Славы. Вот они там стоят на улице. Уже начинают разводить мангал. Вон там Вивочка стоит, булочка моя. На маму смотрит. Привет! Привет, малыш! Сейчас я буду заворачивать картошку. В принципе, всё самое такое, что мне надо было сделать, я уже сделала. Салат один порезала, только не заправила. Сделала бутерброды. Короче, вы и так видите. Бутерброды с икрой, с шпротиками. Пожарила хлебушек, сделала салатик капустный, его уже заправила. Всё, у нас тут стоит красота. Это для шашлыка, это для картошки, я вам говорила. У нас останутся соленья, сыры. Ну и самое главное основное блюдо, это, конечно же, шашлык. Я накрутила волосы, накрасилась спокойно. Сегодня встала в 11. Из плохих новостей, у нас нет горячей воды. Её нет, потому что из-за каких-то там скачков напряжения случилось что-то с нагревателем воды. Поэтому, возможно, пару дней нам придётся пожить без горячей воды. И, к сожалению, именно сегодня. Такой чудесный день, праздник, когда к нам приезжают гости. У нас не будет горячей воды. Ну, ничего страшного. Я вчера заморочилась, всё подготовила. Помыла даже овощи, чтобы сегодня это не приходилось делать. Всё такое, что надо было прям мыть, я вчера сделала. Так что, конечно, мне придётся сегодня немножко полединить свои ручки, но ничего не поделаешь. Сейчас помою сковородку и так далее, и так далее. Сейчас заверну картошку. И, в принципе, каких-то особо таких дел не останется. Только нарезать сыр и разложить соленья на тарелочке. Но это я сделаю позже. Для того, чтобы сделать картошку на углях, нам понадобится молодая картошка и фольга. Я вчера прям не прогадала, что сделала 8 картошек, потому что у нас будет не 7, а 8. Ярик приедет с своей девушкой. Сделали фольгу. Примерно вот такая по длине. Можно даже короче. Ну, я вот так вот сюда делаю. Сейчас мы разрежем картошку. Внутри её посолим. Зай! Ну чё, Зай? Чё, выехали твои? Да! Ура! Вот так вот посолили и потёрли. Можно даже побольше. Большая картошка. В общем, мы такую картошечку просто обожаем. Ребят, вот какой стол получился. Сейчас сюда ещё принесут одну кастрюлю с мясом. Тут у нас мясо, курица, здесь хлебушек я спрятала. Такие вот бутербродики, сырочки, соленья, мимозы. Такой салат, такой салат, картошечка, напитки. Сейчас ещё приедут напитки. Так что пойдём. Пусёк пришёл. Так, все приехали к нам, гости дорогие. Мы прям вовремя шашлык, вот буквально это, за 5 минут до вас приготовился. Дедушка привёз свои самогоночки, сейчас будем отмечать. Такой подарок нам сделали. А, капуста кислая у тебя откуда? А? Капуста кислая. Мы купили в магазине, нет? Ну я не знаю, вкусно нет, но попробуйте. Мы пока что сами не классим. Мы только классим другой. Я поняла, что вы классите. Капуста пока ещё и надо. Вот эти, да. Вот эти бабушки. А вот там, где капуста, там не бабушка. Там тоже магазин. Но мы на рынке брали. Дай на папу. Тут ещё у нас бутербродики с икрой. И с этими шпротиками из дела. Ну, приятного аппетита, гости. Ну, в смысле, сначала тос надо сказать. Мы ещё ребята. Давай, идём. Да, мы это... Ну, спасибо, что приехали. Мы очень рады вас видеть. Добрый день, счастливы разделить этот день вместе с нашими родными. Для Бога, чтобы каждую нашу годовщину мы видели вас с твоими рядом. Мы вас любим. И благодарны вам за воспитание, за любовь. Да, спасибо вам. За терпение. Давайте за встречу. За вас. За вас. Ну, кто наливал? Кто так наливал полное? Надо, чтобы аккуратненько... Я аккуратненько работал. Я это много налил, и я но... Смышь, чтобы тебе-то мне это пару капель случайно не упало. Ладно, давайте за вас. Красиво. Будьте здоровы, любите друг друга, уважайте друг друга. Все. А что, вообще-то горько как-то, знаете. Это первая рука плохо идет. Ну, понял. Да горько матери, говорю я. А-а-а-а. Вы что, блин, запрынили совсем? Ну, да. Русская плыль. Если серьезно. мы не разбираемся в этих ваших старых трагедий мы молоды у нас все вон птицовая да кстати по поводу сица сейчас бабушка все первое скажет а не я первая кушайте салатики пожалуйста тут капустный есть хотите капустный вкусный с майонезом там огурец этот морковка капуста соль перец на положить я вижу у тебя тут прекрасный твой не модный салатик вот со шпротом хорошо на запись вода москва-река а вот рядом с москвой-рекой построили новые типа этот мясо нормально кушать не пережали голодные мариновала жена французские травы называются да слава всем об этом рассказывать гордиться конечно конечно вкусные такие да нет не видишь куда попробуем еще не попробовал я вот не успела все грязь и прополоть перед вашим приездом бабуль ты уж нет не сирк чай не знаю оценку потом там как на как мне напишет я добрый а ты где ты напишешь как подпить печатью завелишь мясо очень вкусно мягко точно я мы там вырвали они провели субботник там леса лес я же помню что мы же когда ходили там вообще там все завершая было а зачем что зарастает это вообще пожарный типа как пруд так там не был наверно пожарный водоем было сейчас и сок конечно там у нас и канавы засорилась черные не проходит вода показал что вы хотите я когда ехала сюда я думал какой я тост вам скажу или отказу там любви счастья там взаимопонимание чего-то там ехала и думала на самом деле ведь самое важное вы прожили прекрасный этот год официальный первый как муж и жена ну соответственно подарок но и слов что хочу сказать ребята нужно просто делать друг друга счастье и тогда у вас будет все хорошо каждый день утром просыпаясь вы думаете друг о другие и думаете чем порадовать друг друга чем помочь друг другу в общем короче я еще скажу в течение застолья вот пока что любите друг друга будьте счастливы мои дорогие и конечно же стелите стелите ситцем прекрасное свое ложе и пусть будет все хорошо ну и конечно на этом ложе мы хотим посыпать я тоже тоже маленькие ножки дядя хочу на дорожке да как там лена ты мне скажи где они устроились к ним есть я угу ну в целом счастье мы тоже видео нам записали сегодня поздравительное юльчик а крылышек нету нет только ножки мы что-то перестали их дальше а что ножки не очень нет просто знаешь что ты любишь крылышки что-то как-то мы ножки взяли нам так понравилось там и мясо столько ну да конечно у крылышек немножко по-другому вкусный повар очень вкусная мимоза такая легкая да я уже для тарелки сделала ахахаха 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 не ну я подумала мало чего мы его и на следующий день можем есть вот такое как раз даже еще лучше еще лучше ну я вчера делала ночью ну я-ка ты сделала вкусно и он не останется хахахаха ну надеюсь я специально две сделала мама хорошей тут сказала ну я присоединяюсь то что она сказала но желаю для вас да не лучше ну что вы мудрее чем я это самое хахахаха скажу просто так любите друг друга ну Продолжение следует...